Рабочая смена на предприятии Брестский общественный транспорт начинается в 4.30 утра. Но главное испытание для водителей еще впереди. Перед тем, как сесть за руль, они проходят обязательный предрейсовый осмотр. Алкогольное опьянение, плохое самочувствие, повышенное давление – это далеко не полный перечень тех ситуаций, в которых бдительные медработники не поставят в путевом листе отметку о допуске к рейсу. У нас проходит обследование предрейсовое, это перед самым осмотром. После рейсовое – это когда он заканчивает на линии осмотр или когда заканчивает смену. У нас проходит два осмотроводителя. По статистике не так часто люди болеют, обычно они остаются дома и вызывают врача на дом. Бывают ситуации, когда температура поднимается в течение дня. Допустим, он пришел, через 2-3 часа плохо себя чувствует, тогда он съезжает, обращается к нам, мы меряем ему температуру, пульс, давление и дальше отправляем его к терапевту по показаниям. Ежедневно на городскую линию обязаны выйти 118 автобусов и 50 троллейбусов. Они курсируют по 59 автобусным и 8 троллейбусным маршрутам. Работа очень ответственная и сложная, а зимнее время к тому же накладывает свою специфику. По подготовке транспорта, опять же, видим, что чистится территория, посыпается песчано-солевой смесью, дабы транспорт беспрепятственно выезжал на линию. Также вопросы связаны с электрикой, то есть выходят из строя системы электропроводки. Есть вопросы касательно пневматической системы, и это связано и с тормозами, с открытием дверей. Конденсат где-то замерзает, ну и, соответственно, могут открываться или не закрываться двери, что уже, в свою очередь, влияет на безопасность перевозок. Но даже при таких условиях главной проблемой остается не это, а то, что приходится тратить время, объезжая неправильно припаркованный личный транспорт. Безусловно, все ситуации предусмотреть невозможно, но поскольку зимнее время всегда сопряжено с дополнительными трудностями, водители общественного транспорта призывают обращать внимание на некоторые моменты. Зима – это всегда для любого водителя и для любого транспортного средства, это всегда неблагоприятное условие, неблагоприятное время года. Особенно для нас, водителей общественного транспорта. Перед выездом на линию больше внимания уделяется для подготовки транспортного средства. Но особое неудобство нам создают неправильно припаркованные автомобили, как вы видели в этом случае. Нельзя корректно подъехать будет на остановочку. Ну и пассажиров, для высадки и посадки пассажиров. Ну и пассажиры, конечно, подходят, спрашивают, почему хорошо не подъехал там. Видят, не все, конечно, такие пассажиры, но видят. Трудности, конечно, нам они очень создают. Ну и вот снег не почищенный, не вовремя убранный снег, тоже не подъедешь к остановке, некорректно подъедешь, не высадишь пассажиров. Тяжело, конечно, ну как-то стараемся и в график войти, и все. И людей понимаем, как бы тяжело не расчищена дорога, все. Ну, видим, что город чистит. Очень много служб задействовано, поэтому работаем. А люди успевают садиться или медленнее этот процесс? Нет, конечно, конечно, медленнее. Вот, посмотрите, подъедешь, человек, женщина с коляской, это вообще проблема? Это и другие подобные проблемы, к слову, вполне решаемы. Нужно всего лишь проявлять чуть больше уважения и терпения друг к другу. Уверены водители. Это доступно каждому и даже не зависит от конкретного сезона. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин